На сегодняшний день в Алтайском крае доступны сразу несколько видов вакцин от коронавируса. Спутник Ви, Спутник Лайт, Эпивак Корона и Ковивак. Каждая из них обладает иммуногенными свойствами, то есть вызывает иммунный ответ. При этом все они практически лишены побочных эффектов. Самое серьезное, самое, наверное, очень серьезное явление, которое может возникнуть при применении любого лекарственного препарата, это анафилактический шок. За 30 лет последний в Алтайском крае ни одного случая анафилактического шока после применения любых вакцинных препаратов не возникло. Стационарные пункты вакцинации продолжают работать в прежнем количестве и не меняя режима. Так поставить прививку можно в любом лицензированном кабинете, а самый крупный антиковидный пункт по-прежнему располагается в торговом центре Геомаркет. Что касается передвижных, то узнать об их расположении можно на сайте Минздрава края. Однако, несмотря на доступность прививок, темпы вакцинации значительно сократились. В тот сезон, когда поступила вакцина, когда люди были напуганы, когда были какие-то ограничения по въезду в иные страны, в какие-то города, ограничения посещения каких-то общественных мест, мы прививали 11-12 тысяч в день. А сейчас мы это сделали за последнюю неделю, за всю. Именно это является одной из причин резкого роста числа заболевших и умерших, уверена эпидемиолог. Стимулировать темпы вакцинации, говорит Ирина Переладова, нужно с помощью поощрительных мер. А штрафы за отказ, активно обсуждаемые в последнее время, могут привести лишь к обратному эффекту. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.